Дружковка – небольшой провинциальный город Донецкой области. Здесь проживает 80 тысяч человек. В городе производят оборудование для шахт, электровозы, вагонетки, современные газовые бытовые плиты, фарфоровую продукцию. Здесь же добывают глины, которые экспортируются во многие страны мира. Но несмотря на это, Дружковка уже давний лидер в рейтинге по количеству безработных в Донецкой области. Хотя город расположен вдали от линии фронта и боевых действий здесь не было, в 2014 году многие жители увольнялись, оставляли жилье и уезжали. Кто-то боялся войны, другие по политическим причинам, третьи не видели здесь перспективы. Безработица и бедность заставляют уезжать. Некоторые люди уехали, потому что у них была такая необходимость. Некоторые работают в России, некоторые работают в Украине. Экс-министр экономического развития, президент Киевской школы экономики Павел Шеремета говорит, что будущее Дружковки в развитии малого и среднего бизнеса. Но предприниматели не верят, у горожан нет денег. Не очень легко, трудно. Покупательская способность тоже не очень слабенькая. Вопреки суровой реальности здесь родилась новая Дружковка. Это общественная организация, члены которой пытаются изменить город. Одна из их инициатив дружки в Каурбанфест. Нужно только создавать условия. Нужно это делать классно, это нужно делать качественно, красиво, чтобы молодежи не было стыдно вовлекаться в этот процесс. В этом году на фестивале собралось много жителей, но были гости и из других городов. Я приехал из Харькова, и меня просто радует, что подобные мероприятия проводятся. Мне нравится, что это сплочает каким-то образом общественность вокруг. Фестиваль длился больше пяти часов и завершился концертом. Дякую за штифка! Еще одно популярное место не только в городе, но во всей восточной Украине – арена хоккейного клуба «Донбасс». Здесь клуб принимает домашние игры, работает детская и юношеская спортивная школа, а жители Дружковки и соседних городов приезжают покататься на коньках. И фестиваль, и клуб создают условия для развития сферы услуг в городе. Предприниматель Герман Колесник убежден, что будущее города в развитии малого и среднего бизнеса. Я считаю, что за честь и за достоинство, так как я житель города Дружковки, я здесь в Лыраце, здесь проживал, я считаю возможным и даже необходимым заниматься именно частной деятельностью именно в своем родном городе. У Германа несколько магазинов. Он создал 10 рабочих мест и уже собираются расширять бизнес. Но таких здесь единицы. И сегодня многие из них пытаются строить новую Дружковку – безопасную, богатую и красивую.